МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Террина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Без посещений и массовых мероприятий, как работает детский центр «Берёзка» в условиях пандемии. Для сохранения уникального историко-природного комплекса Сарова библиотека Ни Пушкина выиграла грант. Радость творчества художественной галереи обновила программу мастер-классов. Далее расскажем обо всем подробно. Изменились правила выплаты больничного по уходу за ребенком до 8 лет. Об этом Михаил Мишустин рассказал на совещании с вице-премьерами в понедельник. С 1 сентября размер больничного больше не будет зависеть от стажей и составит 100% среднего заработка. Это поможет молодым мамам и папам, которые не успели набраться трудового опыта. Новые меры поддержки семьи с детьми не затронут работодателей, поскольку пособия будут выплачивать напрямую с фонда социального страхования. На эти цели правительство направило почти миллиард рублей. Сейчас размер больничного по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее 5 лет, за больничный выплачивают 60% среднего заработка. От 5 до 8 лет – 80%. И только при стаже более 8 лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничный приходится брать по несколько раз в год. Маленькие дети часто болеют. Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что начиная с 9 июля количество зарегистрированных, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировалось на уровне 525-527 в сутки. «Мне хочется поблагодарить всех жителей региона, ответственно относящихся к своему здоровью и соблюдающих меры безопасности. Мы видим, что набранные темпы вакцинации уже начинают оказывать влияние на ситуацию. Даже в тех случаях, когда спустя какое-то время после вакцинации у человека все же выявляют вирус, болезнь протекает в легкой форме и без серьезных последствий. Это серьезно облегчает работу медиков», – отметил Глеб Никитин. Глава региона также сообщил, что в период с 9 по 12 июля наблюдается снижение госпитализации пациентов с COVID-19. Если 8 июля в медицинских учреждениях региона лечения проходили 4270 пациентов с соответствующим диагнозом, кто к 12 июля – 4080. Свободный коечный фонд составляет 24%. В 65 медицинских организациях Нижегородской области развернуто 5983 койки. Ситуация пока продолжает оставаться крайне сложной. Огромная нагрузка легла на систему здравоохранения. Но вместе с этим нам важно сохранить необходимый уровень экономической активности, и минимизировать негативные последствия для бизнеса. Только общими усилиями можно переломить ход пандемии, – отметил Глеб Никитин. За минувшие сутки в России зафиксировали 24 702 случаи заражения. Из них в Нижегородской области – 524. В Сарове два новых больных. Из тех, кто госпитализирован, двое в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести. Привито двумя компонентами почти 15 тысяч человек. Ковид ковидом, а летний отдых никто не отменял. В «Березке» открылась третья смена. В любимый лагерь отправились более ста ребят. Как проходит детский отдых в условиях пандемии, расскажем далее. В «Березке» теперь дети отдыхают две недели вместо трех. Больше нет родительских дней, и запрещено выезжать за пределы лагеря. Но самое главное, что, несмотря на все ограничения, дети все же могут провести лето весело и с пользой. Основной акцент смещен на отрядную работу на свежем воздухе. В «Березке» постарались создать все условия для безопасности и здоровья ребят. У нас прошли акты приемки, мы получили санпис-заключение именно с этими ограничениями. У нас в каждом корпусе, в каждом помещении есть рециркуляторы, которые постоянно работают. В первый день смены и вожатые ходят в масках, как бы мы страхуемся. Персонал всегда в масках, в перчатках, проходит обработки. Измененная ковидом реальность стала поводом для поиска новых форм взаимодействия с детьми и их родителями. О том, как обстоят дела в лагерных сменах, вожатые ежедневно отчитываются в социальных сетях. А встречи ребят с мамами и папами проходят в формате прямого эфира. Каждый отряд выходит в прямое включение. Ребята готовят какой-то номер художественной самодеятельности. Родители в это время сидят перед экранами компьютера или телефона, смотрят, пишут комментарии. В связи с тем, что постоянные видеоотчеты, фотоотчеты, то есть мы полностью видим, ну, как бы целый день ребенка. Как проходит, что кушают детки, какие развлечения у них. Мне нравится, как нас развлекают вожатые, вообще понравились вожатые. Нравится, какие устраивают конкурсы в «Березке» для многих отрядов. И, ну, я хотела бы побывать еще и в следующем году. За это лето в «Березке» пройдет пять смен. Молодежная профильная смена «Наше дело-2020» состоится в конце августа. Лагерь «Березка» приглашает всех активных ребят в возрасте от 15 до 22 лет. Подробную информацию можно получить в группе лагеря ВКонтакте. Вакцина «Спутник Ви» эффективна против новых штаммов коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследований Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея, опубликованной ведущей международным журнале «Вацин». Российский препарат успешно защищает от новых штаммов, в том числе от «Дельта». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Теперь братьев и сестер обязаны зачислить в один и тот же детский сад или школу. Новое правило заработало 13 июля, пишет газета.ру. Для второго ребенка есть приоритет вне зависимости от адреса регистрации. В Госдуме пояснили, что ранее необходимость доказывать родство детей создавала бюрократические проблемы. Детский технопарк «Кванториум Саров» приглашает на обучение. Записать ребенка в возрасте от 10 до 17 лет можно на 6 инженерно-технических направлений и 4 дополнительных модуля «Математика», «Английский язык», «Кванта», «Шахматы», «Медиаквантум». Школьники освоят новейшие технологии, научатся работать на профессиональном оборудовании, создадут собственные проекты под руководством наставников. Обучение в технопарке бесплатное. Чтобы записаться, нужно заполнить форму. Она есть в группе «Кванториум Саров ВКонтакте». Записаться на выбранное направление на сервисе «Навигатор дополнительного образования» и до 30 августа представить «Кванториум Саров» заявление и копию основного документа ребенка. Количество мест ограничено. По всем вопросам звоните по телефону «Плюс семь девятьсот десять восемьсот семьдесят пять двадцать пятьдесят четыре». «Маяковка» объявила онлайн-конкурс «Моя любимая книга». Участникам необходимо рассказать о своих любимых произведениях с помощью видеосюжета. Конкурсные работы будут принимать с 1 августа до 30 ноября на электронную почту музей нижнее подчеркивание книги собакорамблер.ру или через WhatsApp на номер телефона «Плюс семь девятьсот шестьдесят сто шестьдесят девять сорок двадцать шесть». С положением о конкурсе можно познакомиться на сайте «Маяковки». С 1 сентября кураторы учебных групп в государственных муниципальных колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по пять тысяч рублей. Правительство утвердило соответствующее постановление. На эти цели планируется выделять по 9,6 миллиардов рублей в год из федерального бюджета. С 1 сентября 2020 года по поручению президента доплаты за классные руководства стали получать педагоги общеобразовательных школ. В апрельском послании Федеральному собранию глава государства поручил установить такие же выплаты для кураторов колледжей и техникумов. Проект детской библиотеки имени Пушкина «Просто о сложном. Жизнь в стиле эко» стал победителем открытого конкурса среди некоммерческих организаций. Его проводил Общественный совет Госкорпорации «Росатом». Цель нового библиотечного проекта – привлечение детей к сохранению уникального историко-природного комплекса Сарова. Подробности далее. Проект детской библиотеки имени Пушкина «Просто о сложном. Жизнь в стиле эко» расскажет живым и понятным языком юным читателям об истории города, его уникальных памятниках культуры. Библиотекари также хотят привлечь внимание ребят к важным экологическим вопросам и показать, как можно изменить жизнь в городе к лучшему через мастер-классы и творческие мастерские. Проект выиграл грант около 250 тысяч рублей. В рамках конкурса Госкорпорация «Росатом» поддержала проекты, которые направлены на привлечение людей к социальным проблемам и улучшение качества жизни в городе. Библиотека имени Пушкина уже выигрывала гранты на предыдущих конкурсах. Идею для проекта подсказали исторические даты, которые наш город отмечает в этом году. Среди читателей библиотеки есть много активных ребят. Уже с раннего возраста они проявляют свою гражданскую позицию, участвуют в делах библиотеки, предлагают серьезные творческие идеи. Мероприятия в рамках проекта позволят им раскрыть свой творческий потенциал и познавательные способности. У нас запланировано очень много именно практических мероприятий, которые позволят детям как раз высказать свою позицию, проявить инициативу. То есть очень много различных творческих активностей, направленных на детей, именно чтобы дети непосредственно принимали в этом участие. Саров уникален своей историей и памятниками культуры. Наш город – это и земля преподобного Серафима Саровского, и ядерный щит страны. Восемь мест носят официальный статус памятников природы. Серебряные ключи, дальняя и ближняя пустынки, заливной луг, пруд протяжные. Будущее города и его историческое прошлое находятся в руках подрастающего поколения. Проект в библиотеке призван научить детей любви и бережному отношению к своему краю, сформировать нравственные позиции и определенные навыки, которые помогут сохранить богатство города. Мы решили, создавая свой новый проект, как раз обратиться к теме нашего города, уникальности нашего города и привлечь ребят к решению, наверное, очень важной такой задачи – сохранения всего природно-исторического комплекса нашего замечательного города Сарова. Целевая аудитория проекта – ребята от 6 до 10 лет. С 1 июля началась информационная подготовка к проекту, а в августе активно стартует сам творческий процесс. Уже в начале ноября будут подведены итоги мероприятий. За новостями в библиотеке можно следить в социальных сетях. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Все больше случаев жестокого обращения с животными происходит в нашем городе. Жертвами издевательств становятся как бездомные собаки и кошки, так и те, кто живет в квартирах. За жестокое обращение с животными грозит штраф, либо исправительная работа, либо лишение свободы. Достаточно ли такого наказания? В нашем городе участили случаи жестокого обращения с животными. Один из последних случаев – ночью 12 июля, с балкона дома 4А по улице Силкина скинули щенка хаски. Собака погибла, хозяевам удалось избежать наказания, не было свидетелей. К сожалению, часто в таких ситуациях виновные отделываются штрафом. Мы решили узнать у Саровчан, какого наказания, по их мнению, заслуживают те, кто издеваются над домашними любимцами. Штраф – это один штраф, другой штраф, третий штраф. Может быть, месяц уголовное что-нибудь. В каком-то смысле бессмысленны все эти меры к живодерам. Они все равно ничего не поймут. Это вообще недопустимо, это не по-человечески. Потом я считаю, что животные абсолютно обладают разумом, поэтому как будто бы вы ребенка скинули из балкона или что-то с ним сделали. Это недопустимо, это должно наказываться уголовным, просто законодательством. За кошечек и собачек можно и подольше сажать. Они как люди, такие же, как и мы. Собственно, у меня у самого целая куча животных. Две кошки, собачка. Сейчас еще мама четырех котят принесла. Мне очень больно смотреть на то, как их выбрасывают с высоких этажей. С одной стороны, конечно, с животными так поступать нельзя. С другой, опять же, степень наказания, я считаю, должна соответствовать его тяжести. Правильно? Это то же самое, что жестокое обращение с людьми. Я так считаю. Потому что, если сравнивать даже с животных или людей, животные намного лучше, чем люди. Как показал опрос, соровчане считают, что штраф – недостаточная мера наказания за жестокое обращение с животными. Большинство опрошенных считает, что те, кто издеваются над домашними любимцами, должны нести уголовную ответственность. Школьники с 1 по 9 класса начнут изучать финансовую грамотность. В силу вступят новые федеральные образовательные стандарты для начальной и основной школы. Как пояснили в Министерстве просвещения, вводить новый предмет не будут, и это не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки. В младших классах финансовую грамотность школьники начнут изучать в рамках предметов окружающий мир и математика. Дети узнают, что такое семейный бюджет, как связаны трудовая деятельность и экономическое благосостояние. В основной школе с 5 класса ученикам расскажут, как защитить накопление от мошенников и рационально использовать средства на общество знаний, информатики и географии. Художественная галерея обновила программу мастер-классов. Творческие встречи там проходят каждый будний день в 12 часов. Нужна обязательная предварительная запись. О том, какие мастерские подготовили для посетителей сотрудники галереи, расскажем далее. Новые творческие мастерские заработали в художественной галерее с начала июля. Они расписаны по дням. В понедельник осталась летняя программа. Посетителям предлагают рассмотреть картины, выполнить задания и нарисовать стрекоз. Со вторника по пятницу дети создают другие композиции. Это овощная тарелка, ну очень-то с такими летними названиями в технике пластилинографии. Коктейль фруточина. Это летний коктейль, объемный. В четверг и в пятницу у нас тема насекомых, веселые насекомые и летний лук с цветами. Эти мастерские будут работать до августа. Затем программа еще раз поменяется. Помимо этого дети могут посмотреть выставки «Человек и кошка», «Ультрамарин и бирюза» или посетить киносеанс. Все лето в галерее новые анимационные фильмы. Это стопроцентный волк, это гномы в деле, вот в июле идут, и огонек огниво. Огонек огниво мы показываем по средам в 13.00, а волк и гномы, они делят понедельник, вторник и, соответственно, четверг и пятницу друг с другом. Мастер-классы проходят в 12 часов. Обязательная предварительная запись по телефонам 702-87 и 6-6409. Мультфильмы показывают в 13 часов. При себе имеют средства индивидуальной защиты. Все мероприятия для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин